в новосибирске всем утра всем доброго утречка хорошего просмотра начинается дай бог сегодня мой путь обратно в благовещенск на улице минус 7 машина там стоит уже работает выбросил мусора нам нужно с квартирой съехать сходи уже в душик зубы почистил собрался и что сделаю дверь не хотел открываться даже книжечку можно себе взять почитать сумки уже собраны о триммер забыл нормально все у нас постирана все у нас высохла можно двигать с квартиры на дорожку присядем волнительно как-то любой рейс когда едешься но как-то волнительно не знаю почему но всегда так оставляем ключики вот в таком боксе смеетесь кот нормально капец конечно же время почти восемь на улице темень малышка моя стоит тут тарахтит на секундочку отвалилась обманка на мочевину теперь горит чек у меня засранец просто в общем не знаю надо короче ехать то что надо еще заправиться автономка автономка не включилась сразу же включил что еще не очень как бы жарко в кабине но печка дует уже тепленьким воздухом все короче надо ехать заправляться чтобы потом ехать грузиться и выехать из города и уже там где-нибудь потом заправиться ну вот они новосибирские пробочки все время ездил их не видел то ехал в нормальное время не в час пик один раз и что стояла минут 20 может но это как бы медленно ехали а тут что-то прям подстрял потому что мне до поворота 4 километра а здесь уже все стоит как бы ну вот уже и на заправочке зальем сейчас немножечко дизеля и поедем дальше толхограф тут разрываются не кричи давай погрузчик отъезжает и мы встаем заправил 100 литров смотрите как это по датчику выглядит просто ни о чем на но и сразу впредвкушая ваши вопросы почему сразу не залить полный бак потому что я сейчас в городе это раз соляра здесь немного дороже чем в трассе это раз второе на трассе стоят ребятки которые сбагливаются топлива дешевле чем стоят на самом деле но за наличку вы думаете что там рублей 5 это не о чем на скидка но когда ты льешь как бетон это 5000 я думаю что блин смыса 5000 это не а такие уж и маленькие деньги для любого блин человека а если у меня таких раз заправок блин 75 штук будет за дорогу это уже 25000 поэтому как говорят копейка рубль бережет ну что он зацеплен я уже в полу прицепе к наконец-то выехал я с ремонта записал сейчас поеду сделаю соосность еще вообще все было кайф и уже тогда можно будет менять резину на прицепе вот там резина просто а мне туда жалко ставить новую хорошую потому что айос сжирает просто махом когда вот они старые какие-то баллоны их смысле не жалко ну как бы ест и ест три месяца я не мог сделать просто три месяца в новосибирск нас приехал быстренько все сделал без от авторемонта до развала схождение просто 25 километров ехать но я уже доехал почти до аэропорта в этой радует что у меня погрузка рядом с аэропортом в толмачево вот поэтому посмотрите на улице какая красота просто черненький асфальтик голубое небо прям красивое небо сегодня солнышко светит птички не поют район толмачевский ну и все как обычно я приехал смотрю еще здание какое-то новое поверните направо никто не работает в нем еще видно двигайтесь 10 километров ребят то все гру где вы есть то они таком игре другом адресе как вот организации работают так что у них в два гисе неправильные стоят адреса я вообще просто блин шоке с этого он еще такой на полном серьезе так грит ты наверное не там такой вы просто сказали если вы знаете что у вас неправильный адрес ты друг какого хрена блин я вообще не знаю короче как так можно жить на сейчас просто обратно мне 17 километров ехать и я блин ехал мимо них вот я вот сейчас когда сюда ехал ехал мимо них я бы уже давно у них был бы причем что мне сделать все быстро потому что болты все новые стоят все откручиваться легко сделать все на ези но блин какого хрена вообще как так происходит еще вот сейчас еду ну и почему-то вспомнилось мне почему всегда вот люди когда видят а гаишников на трассе там будь это пост гаи будь просто а гаишники на трассе почему вы останавливаетесь почему вы сбрасываете скорость стоят гаишники здесь вот можно ехать 90 когда народ увидел гаишников мы просто снизили скорость не знаю там до 50 просто но я вот не знаю гаишники стоят я даже блин смысле ногу с газа не уберу если я еду как бы все блин смысле по правилам стоит как было 90 едешь а 90 но никак не 40 вот у нас даже в благе от пост там стоит знак 60 60 можно ехать типа там 75 даже но нет все едут 40 вообще 40 а то и 30 а то и 20 и это же история с авариями если даже есть авария есть свободный блин смысле проезд мимо этой аварии нет все равно люди будут оттормаживаться до полной потому что им же надо посмотреть поглядеть обсудить это еще если он едет не один я не знаю что итог я сижу жду у ребят обед сооса с ними не сделали на одной оси ось короче ушла на 6 сантиметров а что очень много пришлось опять раскручивать стремянки поднимать полу рессору оказалось что при сборке не засунули не не засунули а короче сдвинулись а упоры которые рессору держат в нужном месте поэтому сейчас вытащили сейчас мы поставят их новое обратно закрутят и будут только делать соосность а я уже опаздывают куда только могу ничего другого не стоит как просто сидеть и ждать на погрузку уже приехать до 16 00 до 16 00 время уже 1605 это по амурскому у меня два часа осталось чтобы доехать туда но раскрутили они быстро надеюсь что точно так же быстро и закрутят а самое стрёмное что меня в бокс не запускают видите ли нельзя присутствовать в ремонтной базе ну как так тоже блин быстренько 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 я приехал стою на стоянке на платной около красно-белого смотрю хитмана жду когда меня загрузят в общем сказали здесь живая очередь поэтому стойте и ждите просто я говорю ну ясненько поэтому надеюсь сегодня загрузят по плану меня загрузиться и выехать из города это было бы наверное идеально просто в идеале конечно куда-нибудь доехать до кемерово но если даже и нет хотя бы выйду уже чтобы завтра уже ехать как бы ехать поэтому как то вот так